Нет, это не футбол и даже не хоккей. Но именно за игроков футбольного клуба «Рубин» и хоккейного клуба «Акбарс» пришли поболеть все эти люди. И казалось бы, в чем могут состязаться двое игроков совершенно разных спортивных команд? 3 ноября в Казани прошел едва ли не самый необычный матч по пинг-понгу. Такое мероприятие спортивное, нового формата для нашего города. До этого подобного, я думаю, никогда не устраивалось. И мы решили его провести за звание самого спортивного клуба «Казани». То есть бросить вызов, чтобы болельщики наконец-таки воочию увидели, какой клуб в Казани самый спортивный в 2016 году – «Рубин» или «Акбарс». Перед главным состязанием у любого желающего была возможность сразиться между собой. Также во время турнира болельщики сыграли со спортсменами за одним теннисным столом. Тут хоккеисты и футболисты дали слабину и уступили победу своим соперникам. Любимых игроков пришли поддержать болельщики спортивных команд. Вам можно еще сказать, что пришли болеть за «Акбарс» и сами при этом участвуют. Более за «Рубин». Я за «Акбарс», потому что это моя любимая команда. Вот пришел болельщик. За «Рубин». Ну, мы как-то больше к хоккею. Я просто люблю футбол. «Рубин». Вот состоялся уникальный матч по настольному теннису между игроками «Акбарс» и «Рубин». Итак, какой же спортивный клуб номер один в Казани? Узнаем чуть позже. «Три-но, три-но, три-но, что вы?» «Летим» По одну сторону теннисного стола болельщики за Дмитрия Обухова, представителя хоккейного клуба «Акбарс», а по другую яростно болели за «Рубин», чью команду представлял Серхио Санчес. И хотя борьба между поклонниками спортивных клубов была не менее жаркая, был определен победитель теннисного матча. Им стал Дмитрий Обухов из хоккейного клуба «Акбарс». Тем самым завоевал титул самый спортивный клуб «Казани-2016». Везение, удача или же футболистам все-таки привычнее играть ногами, и поэтому Серхио Санчесу пришлось уступить победу сопернику. Шутки шутками, а болельщики и сами игроки просто хорошо провели время и зарядились яркими эмоциями. «Все здорово, все прошло хорошо, народу вон сколько собралось, все понравилось. Мы рады будем еще прийти». После гала-матча состоялся благотворительный аукцион, где разыгрывались теннисные ракетки и футболки с автографами спортивных кумиров. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд в твою пользу. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин